Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим интересную тему, связанную с социальным восприятием. С этим сталкивается каждый человек, и поэтому эта тема весьма актуальна. Какие взаимодействия можно выделить в ходе социального восприятия, или более широко, можно сказать, в ходе социального общения? Наша отечественная психолог Галина Михайловна Андреева выделяет следующие типы социального восприятия. Это когда один человек, индивид, воспринимает другого человека. Ну, понятно, что восприятие здесь взаимный процесс. Как один воспринимает второго одного, так и другой первого. Вторая схема, которую можно выделить, это когда один человек воспринимает группу. И наоборот, когда группа воспринимает одного человека. Ну, и третья модель, это так называемое межгрупповое восприятие. Когда одна группа воспринимает другую группу. Это тоже взаимный процесс. Собственно говоря, вот в обществе выделяются вот такие модели взаимного, или межличностного, межгруппового восприятия. Процессы, которые при этом происходят, следующие. Когда мы воспринимаем другого человека, рассмотрим первую модель, то как итог у нас складывается какое-то впечатление об этом другом. И вот, на каком основании это складывается впечатление, мы сейчас с вами разберем. На примере восприятия его личностных особенностей. Значит, индивид, индивид. Подобная схема также распространяется, собственно говоря, и на восприятие. Не только личностных особенностей, но и на восприятие эмоциональных состояний другого. Ну, вообще психических состояний другого. Но, давайте по порядку рассмотрим. Значит, для того, чтобы нам легче ориентироваться, я обозначил индивидов, это первого, он будет воспринимать второго. Вот, рассмотрим вот эту интеракцию. То же самое происходит и когда второй воспринимает первого, но это усложнит схему, поэтому не будем ее рассматривать. Значит, каждый человек наделен рядом каких-то черт или психологических особенностей. Ну, понятно, что у другого тоже эти психологические особенности присутствуют. Вот, когда мы воспринимаем второго человека, мы воспринимаем какую-то часть его психологических особенностей. Ну, скажем вот так. Какая-то часть психологических особенностей, она всегда остается скрытой. Собственно говоря, собственно говоря, мы тоже не знаем все свои психологические особенности. Какая-то часть этих особенностей, она находится за пределами нашего понимания и осознания. Поэтому процесс идет вот здесь. Далее, когда мы воспринимаем вот эту часть, то непосредственно мы ее не видим. То есть, мы не видим непосредственно черты человека. Мы их всегда видим опосредованно. Поэтому, собственно, как и наше, мы складываем образ вот этого второго человека. У нас появляется образ. Образ – это как некая презентация того, что есть в действительности. То, что есть в реальности. Образ – это образ сущности второго индивида. И вот этот образ, он также наделяется психологическими особенностями вот этого второго индивида. И вот здесь происходит самое интересное. Часть наших черт личности совпадает с чертами личности того, кого мы воспринимаем. Совпадает в нашем образе. Вот это наш образ, образ первого. Он его складывает, этот образ. Но содержание этого образа наполняется за счет второго индивида. Вот мы выделяем один из механизмов складывания образа. То есть, вот как образ формируется другого. Из каких-то составляющих. Вот это одна первая составляющая. Когда все характеристики личностные совпадают. Как у первого человека, так и у второго. Вот вообще эту схемку разработал наш крупный отечественный психолог. Это Владимир Александрович Барабанщиков. И я буду опираться на его терминологию в обозначении вот этих механизмов. Вот этот механизм или совпадение характеристик он называет резонансом. Резонанс качества. Есть еще один механизм. Он очень известен и распространен. Возможно, вы догадаетесь, что это за механизм. Когда часть характеристик первого, того, кто воспринимает, выносится в образ. Но в действительности эти характеристики отсутствуют в профиле личности второго человека. Когда мы выносим что-то из своего внутреннего мира вовне, очень часто, то это называется, наверное, вы догадались, это проекция. Проекция в таком вот расширенном понимании, в самом широком смысле этого слова. Есть механизм обратной проекции. Когда часть характеристик, которые есть в образе, действительно соответствуют тому, что есть у второго, на кого мы смотрим. Но они отсутствуют у наблюдателя. То есть их нет. Обрабатчиков называют это интроекция. И здесь он вкладывает особый смысл в это слово. Это значение вот только в таком смысле, о котором я говорю. Потому что слово интроекция, например, в психотерапии имеет другое значение. Ну и четвертый механизм, который он выделяет, это механизм. Он называется атрибуция. Когда часть характеристик, которые есть в образе, отсутствует у первого и у второго. Другими словами, атрибуция – это некое приписывание того, чего нет на самом деле. И вот оказывается, если мы разбираем образ в целом, вот мы встречаемся с другим человеком, хотим мы или не хотим, а у нас складывается какое-то впечатление о нем. И вот это впечатление, если мы его будем разбирать вот изнутри, из чего оно складывается, то вот оказывается, что в формировании этого впечатления участвуют четыре механизма. Отсюда мы можем заключить, что насколько правильно мы воспринимаем другого человека. очевидно, что это будет зависеть от соотношения дали вот этих механизмов. Правильное у нас здесь, за правильность восприятия состояний и свойств личности другого человека отвечает резонанс и интроекция. Значит, получается, это адекватное восприятие. Мы его правильно воспринимаем. Неправильное же, за неправильное ответственное проекция. Ну и, собственно говоря, атрибуция тоже. Поскольку раз мы приписываем какие-то черты, которых у него нет, значит, это тоже неадекватно. Значит, это неадекватное восприятие. В целом, в целом, вот это вот соотношение процентное вот этих механизмов может меняться вот в индивидуальном порядке, ну, в буквальном смысле от нуля или от единички до девяносто девяти процентов. Но в среднем результаты такие. Резонанс, как правило, возникает в 50-ти процентах. Это средние данные, средненные по группе, другими словами. Проекция где-то держится 10 процентов. Интроекция 10 процентов. Так, куда мы напишем? Ну, давайте вот сюда 10 процентов. И атрибуция получается 30 процентов. Это примерные усредненные данные, потому что индивидуально будет меняться. У кого-то резонанс будет больше, у кого-то меньше. И вот оказывается, что в среднем, в целом, мы воспринимаем другого человека, ну, собственно говоря, 50-10, чуть больше, ну, то есть 60 процентов в среднем, чуть больше половины. То есть, мы его оцениваем, воспринимаем более-менее правильно. Но также мы видим, что частично мы и ошибаемся. Почему это важно? Важно это рассматривать, потому что при взаимном общении в межличностном иногда мы говорим, что я знаю, что он хотел сказать, я знаю, каков этот человек. Но при более пристальном рассмотрении нашего образа, порой оказывается, что мы можем ошибаться. И очень часто межличностные конфликты возникают из-за несоответствия двух образов общающихся. Потому что вот точно такой же образ создает и второй образ первого. И получается, что два образа встречаются друг с другом. То есть при взаимном общении межличностном встречаются не сущности по большому счету, а два образа, за которыми стоят вот эта вот сущность. И вот эти образы они могут быть не совсем адекватны. тоже интересную особенность я бы хотел отметить, что все мы знаем такую пословицу «рыбак», например, «рыбак рыбака видит издалека». Как эта пословица отражается здесь, на этой схемке? Очень просто. Следующим образом. Это говорит о том, что вот если один рыбак, второй рыбак, они сразу же чувствуют друг друга. И если они действительно рыбаки, тогда резонанс их качеств, цифра резонанса, она будет намного больше, если же перед первым наблюдателем будет кто-то другой. Отсюда простой вывод. похожие люди, с которыми мы общаемся, более адекватно воспринимаются. Нам легче их воспринимать более правильно, нежели тех, которые не похожи. И последнее. Вот резонанс, то есть все, что связано с нашей сущностью, проекция составляют так называемую я концепцию или наши собственные представления о самом себе, которые мы осознаем. и вот чем лучше я понимаю свои собственные особенности, тем правильнее, адекватнее я буду воспринимать и окружающих. Но с другой стороны, с другой стороны, здесь может примешиваться проекция. И вот почему практическим психологам, которые работают постоянно с людьми, прежде чем начать свою практику, рекомендуется пройти не одну супервизию. Это как раз делается для того, чтобы проработать свою я-концепцию. Посмотреть, где же у нас, на что проявляется очень много проекции у нас. где у нас проявляется атрибуция. И так далее, и так далее. Но тем не менее, есть еще помимо я-концепции очень важная характеристика, которая влияет на правильность восприятия другого. Вот, она скрыта в интроекции. И за интроекцию мы можем сказать, что интроекция, за счет чего мы правильно воспринимаем другого, суть другого, если у нас нету каких-то таких же похожих особенностей. Можно предположить, что это происходит за счет нашего опыта. Опыта. Наш жизненный коммуникативный опыт. Следовательно, чем больше у нас опыта, тем больше у нас интроекции, и меньше атрибуции, тем меньше мы будем приписывать какие-то выдуманные качества, состояния другому человеку. чем больше вы на него похожи, тем легче нам будет воспринимать его более адекватно. Собственно говоря, вот эта схемка, это новая схема, такой схемы вы не встретите в учебниках, она недавно разработана, это достояние нашей психологической школы, но эта схемка, несмотря на то, что я тут много чего наговорил, если в нее проникнуть, она достаточно проста в понимании, и вместе с тем она несет очень глубокий смысл и нагрузку, она помогает взглянуть на себя более глубоко, более трезво, на наше восприятие, на то, как мы воспринимаем других людей и себя в том числе. Надеюсь, что это повысит вашу квалификацию как будущих настоящих профессиональных психологов. Это поможет вам в освоении этой замечательной профессии. Спасибо за внимание.